В минувшие выходные здание среднеобщеобразовательной школы в Сходне на время стало приемной администрацией городского округа. На встречу с жителями микрорайона приехали руководители управления и представители депутатского корпуса. Вопросы заявителей коснулись юридической, экономической и социальной областей. Однако большинство затронули сферу жилищно-коммунального хозяйства. И вы видите, что я пенсионерка? Я понимаю, мы идем на участвовать, посмотрим. Во дворе частного дома, где проживает пенсионерка Елена Оленина, почти сто лет назад прежние хозяева высадили липовую аллею. Сейчас это сухостой. Деревья не только мешают линиям электропередач, но и представляют собой серьезную опасность для жителей. Я пенсионерка, моя пенсия небольшая, у меня нет ни физической, ни материальной возможности эти деревья удалить самостоятельно. Несмотря на то, что территория частная, в управлении ЖКХ взяли вопрос на контроль и в ближайшее время пообещали решить проблему. Однако вопросов, разобраться в которых можно здесь и сейчас, немного. Большинство обращений граждан требует глубокого погружения в проблему. Один из примеров тоже обратился мужчина по поводу акта проверки на общедомовой прибор учета. Я думаю, что сегодня уже этот вопрос будет решен и будут определенные четкие сроки получения этих документов. Но, как выяснилось в ходе общения, есть еще ряд вопросов, которые тревожат и беспокоят жителей. Поэтому мы договорились провести выездную встречу, посмотреть, как говорится, своими глазами, как содержится дом, какие вопросы у жителей возникают в части благоустройства при домовой территории. И там, на месте, эти вопросы будем решать. В рамках выездной администрации прием жителей провел и глава городского округа. К Дмитрию Волошину заявители обратились с просьбой оборудовать тротуар вблизи многоквартирного дома по улице Новой. У нас там были ракушки, их снесли. То есть, вот как там насыпь осталась, то есть там вообще ничего. Кому эта дорога принадлежит? Кому? В чьем она видении эта дорога? Непонятно. Обсудили жителей с главой городского округа и расселение ветхого жилья. Мы разобрали все адреса, которые у нас были. И выяснили, к удивлению, просто по-человечески, что в эту программу включили дома, которые еще 200 лет будут стоять. Но я не понимаю, для чего эти дома вообще включили. И часть домов, я бы сказал, ну, наверное, процентов 40, мы исключаем для того, чтобы остались вот эти дома, которые действительно нуждаются в переселении. И Суворова, и Железнодорожная, Первомайская. Здесь же сходницы попросили расширить парковку и по возможности отремонтировать некоторые участки протекающей кровли. Микрорайон для первой в этом году встречи в формате выездной администрации выбирали сами жители. За место проведения люди голосовали в личном телеграм-канале Дмитрия Волошина. В настоящий момент мы приняли уже 150 жителей. Формат очень удобный. Людям удобно, когда администрация приезжает в полном составе. Вопросы разного рода. В основном, конечно, это же лично коммунальное хозяйство беспокоит всех. Также вопрос расселения бараков – один из важных острых вопросов. Впервые встреча в таком формате прошла несколько лет назад по инициативе главы городского округа. С тех пор благодаря прямому диалогу жителей и власти удалось решить немало важных вопросов. Естественно, жителям очень удобно сегодня прийти, не записываться ни на прием, не ждать очереди. Все заместители находятся по своим направлениям, каждый здесь. Можно сегодня обойти всех, если у кого-то не один вопрос, а несколько вопросов есть. Это, я считаю, очень удобно. Администрация ХИМАК планирует продолжать работу и выезжать на встречи в другие микрорайоны городского округа. Я участвую в разных секциях, посмотрел и внимательно слушал. Находят, идут, стараются как можно максимально помочь гражданам. Это очень хорошая форма работы администрации, которая действительно показывает свое значение. Следующая встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет в Старых ХИМках. До конца этого года власти планируют посетить все микрорайоны городского округа без исключения. Продолжение следует...